Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы с вами обсудить такую вот тему. Наша Утроина, имеется ввиду государство, похоже на барак, испытатель на трудовом колонии. А почему так? Вот смотрите, хум у нас, это начальник тюрьмы, это и есть Зеленский, ставлен высшего своего начальства, а пахан в этом бараке, аватал, который управляет тут всем по факту, на местах, на уличных мероприятиях. Это и есть пахан в этом бараке. Чему может прийти государство, к какому улучшению, если косвенно, да и прямо Зеленский, как президент, признает тот, что, уволив Аватова, начнется в стране хаос. Скажите мне, что это за государство, которое, если убрать министра внутренних дел с его должности, превратится в хаос, и никакая затонно избранная власть не удержится при этом. Что это за государство, и как это все понять, что сам президент такого государства многомиллионного, с многомиллионными гражданами признает свою импотенцию. Он по факту признал тот, что он импотент, тот, что он не может держать все в рутах, если не будет рядом с ним Аватова. Вот чем мы похожи на барак в исправительной трудовой колонии. Если убрать с барака пахана, который держит этот барак в порядке и в железном кулаке, то начнется хаос, начнется поезд нового пахана, так как сбившиеся в кучу люди не могут жить без пахана и вожита. В этом и проявляется ихняя слабость. Вот почему все тут боятся анархических движений и анархии, превращая анархию в какой-то хаос. А сами, по сути, живя в так называемой демотратию в склобочках, и есть люди, которые живут в хаосе. Посмотрите вокруг. Разве тут порядок? Разве тут действуют законы какие-то? Хаос. А они боятся анархических строя, где каждый отвечает за свое, подменяет бардаклом и хаосом. Считают, что Утроина похожа на исправительную трудовую колонию, где люди простые, по факту, живут как зэки, работая за пайку. А все, начиная от каких-то приблотненных и затанчивая начальником тюрьмы, живут таты в масле. Вот такое я хотел с вами поделиться, такой мыслью. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Высказывайте свое мнение. До новых встреч на моем канале. Всем благополучного дня. И помните, лишь борьба с олигархическим системой, олигархическими планами и олигархами может привести к улучшению качества жизни. А качество жизни и улучшение его, это и есть главная цель для любого человека, которую сейчас подменяют всякими идеологиями, всякими уже целями. Спасибо за внимание. До новых встреч.